Республика Саха-Якутия 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 отходит в федеральную собственность, иные объекты по разграничению полномочий. То есть те объекты, которые необходимы для республики, для исполнения его полномочий, остаются в республике. Я могу сейчас с уверенностью сказать, что большинство объектов, кроме железной дороги, не останутся в республике. Это такие крупные объекты, как терминал аэропорта города Якутск. Когда мы все прилетаем с других городов, честно говоря, я горжусь, что у нас такой красивый терминал. На Дальнем Востоке таких терминалов практически нет. Такой крупный объект, как спортивный комплекс «Триумф» – тоже гордость нашей республики. Помимо того, РИК работал на протяжении всего этого периода по газификации населенных пунктов. Государственная программа республики по газификации практически финансировалась за счет этих средств. Помимо этого, был построен десяток образовательных учреждений. Это технику прекрасной в Нижнем Бестяке. Помимо этого, средства направлялись на строительство такого объекта, как УРК в городе Мирном. Всего по республике это 460 объектов. Мы данный перечень объектов разместили у себя на сайте, чтобы люди могли зайти и посмотреть, какие объекты строились на территории республики. Поэтому за весь период деятельности РИКа эти 460 объектов, я думаю, что каждый может с ними ознакомиться у нас на сайте. Это очень большое количество объектов. Петр Вячеславович, как Вы считаете, от чего тогда возникает очень много критики по поводу вообще приватизации? Это от непонимания или от чего происходит? Тут, наверное, есть, как мне кажется, это мое личное мнение, то, что можно разделить на две части. Точнее, эти мнения. Первое, это то, что у людей не хватает информации. Если, например, взять по вопросу приватизации угольных активов, то, как я сказал, это было осуществлено в рамках мероприятий имущественных интересов республики. То есть, был вариант такой, что наши угольные активы могли просто безвозмездно уйти в федеральную собственность. Но руководству республики удалось добиться того, чтобы эти активы остались в республике, были проданы. При этом все деньги направлены на те объекты, которые были жизненно необходимы для республики. Сейчас мы имеем 460 объектов. Да, и среди которых такие крупные объекты, которые я перечислил. Поэтому я думаю, что это вот первая часть. Вторая часть мнений, мне кажется, это просто-напросто есть люди, которые, может быть, даже преследуют определенные, скажем, цели для того, чтобы просто критиковать власть. Просто быть против. Да, просто быть против. Приватизация, по идее, и по смыслу закона о приватизации, по большому счету, это способ отчуждения государственного имущества, ну, скажем, в частной собственности. И эта практика приватизации, она используется везде. Как на федеральном уровне, так и на региональном уровне. Конечно, в республике на сегодняшний день есть определенные активы, которые можно было бы приватизировать. Ну, и я думаю, что руководство республики будет принимать решения по мере необходимости. Например, вот РИК на сегодняшний день управляет также компанией РИК+. РИК+, также был создан для тех мероприятий, которые были связаны с приватизацией 7% акций компании Авроса в 2013 году. Компания Авроса является мировым лидером по добыче алмазов, является компанией публичной. Поэтому в рамках той стратегии, которая была принята в свое время, было принято решение о том, чтобы вывести компанию на IPO, приватизировать его акции совместно с федеральным пакетом на московской бирже. На сегодняшний день компания Авроса, насколько мы знаем, очень хорошо развивается, выручка растет, налоговые отчисления растут, капитализация растет. Это все по большому счету итог реализации той стратегии, которая была принята в свое время руководством компаний и акционерами, то есть Российской Федерацией и Республикой. Помимо этого, получается 7% акций, которые были приватизированы, также средства поступили в Республику, в компанию РИК+. И тоже, также, получается, во исполнение решения только уже Государственного собрания и УТУМЭН, эти деньги направляются на жилищное строительство, на газификацию опять, на коммунальную инфраструктуру, на судостроение, на строительство социальных объектов. По продаже РИК+, Республика получила 17 миллиардов 640 миллионов рублей к финансированию наших проектов на территории Республики. Получается, опять эти объекты также остаются на территории Республики. Если взять укрупненно, по ветхому аварийному жилью почти 6 миллиардов рублей на сегодняшний день профинансирование. Государственная программа получила внебюджетный источник для финансирования своей государственной программы и указывали как источник для получения софинансирования с федерального бюджета. По программе газификации это 4 миллиарда рублей. На сегодняшний день профинансирована газификация на сумму 3 миллиарда рублей. Если взять РИК+, то на территории Республики газифицировано тысячи домов. Я считаю, что это очень важно в первую очередь для сельских населенных пунктов, потому что я сам в свое время тоже живу в деревне. Я помню, как ходили, топили печку. Ну и газ, конечно, это добро. Помимо этого, было построено, точнее софинансировано строительство почти 20 образовательных учреждений на территории Республики. Также за счет этих средств РИК+, был построен общественный центр, вот именно в городе Якутске. Также мы сегодня ведем вопрос по завершению проектирования онкологического диспансера. Поэтому все те направления, которые были определены главой Республики, они финансируются строго в целевом порядке. И в будущем большинство этих всех объектов также будет передано в собственность Республики. Я думаю, что также приватизация акций «Авроса», которая была осуществлена в свое время, очень положительный опыт приватизации государственного имущества. Петр Вячеславович, то есть совершенно верное и мудрое было решение, что вырученные средства от угольных активов, они пошли не в бюджет Республики, а конкретно на строительство крупных объектов Республики, да? Ну да, я могу так сказать, потому что у нас, во-первых, страна как бы федеративная, мы действуем в рамках одного правового поля. И согласно нормам бюджетного кодекса, в случае приватизации определенного государственного имущества, средства в первую очередь направляются на покрытие дефицита. У нас бюджет является дефицитным, получается, те средства, которые могут быть получены от приватизации, направляются на покрытие дефицита. Далее, по нормам бюджетного кодекса и согласно бюджетному планированию, эти деньги направляются на покрытие тех расходов бюджетных, да, получается, которые есть у Республики, например. Следовательно, если бы мы в свое время угольные акции, точнее средства от приватизации угольных акций направили бы в бюджет, то мы бы их буквально в течение нескольких лет, наверное, полностью бы расходовали на текущие нужды. То же самое касается и приватизации акций Авроса. На сегодняшний день многие, скажем, оппоненты, даже которые были против того, чтобы деньги направлялись от приватизации в компанию РИК, сегодня признают, что да, действительно, это было сделано правильно, потому что при всем нежелании принимать положительно наш опыт, объекты на территории Республики построены, они есть и действительно направлены на улучшение уровня жизни населения. Есть конкретный результат. Если говорить о реализации собственных коммерческих проектов, то что вы можете сказать? Очень коротко, пожалуйста. Могу сказать одно, что эти деньги, которые в свое время поступили, они одномоментно израсходованы не были. Поэтому мы их размещали в депозитах, выдавали займы в свое время нашим государственным предприятиям, ну и зарабатывали определенные доходы. И за счет этих полученных доходов мы реализовали на территории Республики несколько своих уже собственных коммерческих проектов. Могу вот перечислить, это венчурная компания Якутия, например. Сегодня они работают субъектами малого и среднего предпринимательства. Также мы обновляем парк, скажем, автотехники наших дорожных предприятий. Сегодня на базе компании Вилю и Автодор путем объединения дороги Хангала, Самга Автодор, Рик Автодор мы создали наш дорожный холдинг. Приобрели новую технику для того, чтобы уже использовать новые инновационные методы строительства автодорог. Качество автодорог будет, я думаю, в ближайшее время улучшаться. Спасибо. Я благодарю вас за это интервью. Еще раз напомню, что гостем в студии был генеральный директор Республиканской инвестиционной компании Петр Вячеславович Алексеев. На этом мы заканчиваем. Всего доброго.